Эталон Инвест Но в процессе знакомства предлагаю совершить еще небольшое путешествие по Европе, Северной и Южной Америке и заглянем еще на Аравийский полуостров. Жилой комплекс возводится по адресу Старокрымская улица, владение 13. Расстояние от метро составляет около километра. Если нет желания преодолевать его пешком, можно проехать две остановки на автобусе или маршрутном такси. От МКАД к жилому комплексу ведет улица Поляны, удобный съезд на которую находится в районе 35-го километра. Этим съездом не пользуется транзитный поток, что положительно сказывается на трафике. Расстояние от кольца – 3,5 километра. Без пробок путь займет 6-7 минут. Как это ни странно, но точно такое же время потребуется, чтобы попасть в Париж, Нью-Йорк или Дубай. Причем для этого не понадобятся навыки телепортации. Более того, каждый житель Италон-Сити при желании сможет несколько раз в день совершать кругосветное путешествие без каких-либо преград. Такую возможность будущим жильцам предоставили авторы проекта, собрав на 15 гектарах самые яркие города мира. Черты этих городов нашли отражение в архитектурном облике жилого комплекса, где не просто каждый дом, а каждая секция станут отдельным государством. Принадлежность к тому или иному городу можно определить по фасадам, воспроизводящим силуэты и планы центра Барселоны, Милана, Чикаго и других городов. По замыслу архитектора эта тематика также получает развитие в отделке общественных зон и ландшафтном дизайне. Проект состоит из трех многосекционных корпусов высотой 23 этажа с двухуровневым подземным паркингом. Территория комплекса огорожена и обеспечена системой видеонаблюдения, а дворы закрыты для автомобильного транспорта. Во дворах обустроены детские и спортивные площадки. Есть и места для отдыха взрослых. Здесь также предусмотрено строительство школы, детского сада и учебного центра. Эталон Сити отделен от обжитой части района лесопарком. И отсюда как раз можно увидеть расстояние до жилого массива, где находятся альтернативные детские сады, школы и поликлиника. В рамках второй очереди проекта строится шесть односекционных домов – башни Токио. Эти дома высотой 32 этажа с трехуровневым подземным паркингом объединены с телобатом, в котором разместятся различные объекты торговли и сервиса. Жилой комплекс состоит из трех корпусов. Первый корпус уже сдан. Его отсюда не видно. За моей спиной находится корпус номер два. Третий корпус, который пока еще не утеплен и не облицован, так же, как и корпус номер два, будет сдан в четвертом квартале 2017 года. В проектной документации говорится, что срок сдачи этих двух корпусов – четвертый квартал 2016 года. Но недавно вышло изменение к декларации, в котором говорится о том, что срок строительства продлен еще на один год. Однако перенос сроков сдачи – лишь формальность. И задержка выдачи ключей не входит в планы застройщика. По крайней мере, именно так объяснила ситуацию с переносом менеджер отдела продаж компании «Эталон Инвест» Светлана Королева. По сроку сдачи первый корпус у нас стоял на начало текущего года. Соответственно, он успешно прошел в госкомиссию в январе. Второй корпус у нас стоит на конец этого года. Ожидаем сдачу и приемку госкомиссии октябрь-ноябрь. Дом готов уже, подключен к сетям. И третий корпус у нас планируется на первый квартал 2018 года по сроку сдачи. На сайте «Эталон Сити» указано то, что изменения к проектной декларации фигурируют в срок четвертого квартала 2017 года и для второго, и для третьего корпуса. Второй корпус у нас стоит на четвертый квартал текущего года. В данном случае решила исключительно о третьем корпусе, который на год позже относили относительно сдачи той, которая была изначально по проектной декларации предусмотрена. Это было связано с тем, что застройщик, то есть мы, мы взвешиваем те сроки, которые мы озвучиваем. Мы не хотим никого подвести, прежде всего себя и наших покупателей. Мы об этом думаем, заботимся о репутации. Поэтому, учитывая то, что дом в своем составе имеет 9 подъездов, 25-этажный, и оценив весь общий объем, мы решили немножко перезаложиться по сроку сдачи. В настоящий момент он максимально плотно идет вместе со вторым корпусом, приближается к сроку сдачи. Как мы планируем, это произойдет где-то в начале следующего года. То есть он взят с запасом? Он с запасом просто, да, чтобы у всех было понимание, чтобы никто, как бы мы все строим планы в любом случае, да, на покупку, для заселения и так далее. Помимо всего прочего, у нас еще есть 6 башень Токио. Они имеют в своем составе 32 этажа. Они строятся на стилобатной основе. Это особый вид фундамента, который имеет единую платформу. Они будут стоять над дорогой. Но с точки зрения дизайнерского решения, безусловно, они так же прекрасны, как и все предыдущие три. Подзимный паркинг там будет трехуровневый. Соответственно, по сроку сдачи это будет не позднее 4 квартала 2018 года. Все шесть башен будут сдаваться одномоментно. Двухуровневый под башнами, а под? Под первым, вторым и третьим двухуровневый паркинг. Это единая некая платформа. Здесь двор без машин. Здесь огромное преимущество. Все под шлагбаумом, видеонаблюдение. Мы можем заезжать только под разбрузку. Это время дается в течение 45 минут для жильцов. И, соответственно, есть придомовая территория, где есть зоны свободной парковки. Их немного, поэтому предпочтительнее всего приобретать, конечно, безусловно, в подземном паркинге. Он имеет два уровня и лифт спускается на каждый уровень. А стоимость машины мест парка? Стоимость парка места это миллион рублей. Компания, группа компании «Талон» дает рассрочку беспроцентную, без первого взноса, равными ежемесячными платежами до декабря 2023 года. Детский сад, школа, вот как раз напротив, в свободной зоне, где фасадные части третьего и второго корпуса. Это все муниципальное абсолютно. То есть мы строим до конца 2017 года по сроку сдачи, передаем на баланс города Москвы. И уже как бы дальше идет, город распоряжается. Ну, безусловно, преимущество по, скажем так, обустройству, да, в школу, в садик будет у жильцов нашего проекта. Расскажите, пожалуйста, о входных группах, об их особенностях. Входные группы у нас, так же, как и весь проект, он дизайнерский. Здесь облицовка идет, новый материал используется, он называется «Аликабонд». Это внутренняя отделка? Ну, и, соответственно, название секции здесь дизайнерское бюро Чабана Кузнецов, проектная группа. Она работала над фасадными решениями, сделала вот такие вот красивые. То есть первый, второй, третий корпус здесь идет по аналогии названия городов. Женева, Париж, Амстердам и так далее, да? Входные группы у нас повторяют, собственно говоря, фасадную часть. Тематика, она переносится. Фасадная группа очень просторная, с консьержем, с колясочной, бесступенчатая. В зависимости от компоновки секции, там, где больше квартир, там 4 лифта, 3 грузовых, 1 легковой, да? Легковой в данном случае спускается в паркинг. Компания предлагает более 50 вариантов планировок, но в это число входят и планировки, представленные в проекте «Башни Токио». Первый корпус жилого комплекса «Эталон-Сити» был сдан около года назад, и все квартиры в нем уже распроданы. Поэтому рассмотрим квартиры второго и третьего корпуса. Сразу следует отметить, что покупатель квартир в Ницце, Дубае, Мадриде и Майами получит квартиры с готовой отделкой. Названия перечисленных городов имеют секции корпуса номер 2, в которых остались свободные варианты. Квартиры с отделкой также предлагаются и в Женеве, одной из секций третьего корпуса. Покупатели квартир в секции, где отделка не предусмотрена, смогут заказать ее у застройщика. Нашему вниманию представлены однокомнатные квартиры площадью от 39,14 до 59,34 квадратных метра, двухкомнатные от 58,7 до 68,8 квадратных метра. Из трехкомнатных на момент проведения обзора оставался единственный вариант площадью 88,54 квадратных метра. Начнем с предложения, имеющего наименьшую площадь. Типовая однокомнатная квартира площадью 39,14 квадратных метра. Квадратная прихожая с большой гардеробной. Совмещенный санузел. Компактная комната около 14,5 квадратов. Кухня 10,5 метров. В однушке площадью 43,17 квадратных метра все помещения подрастают пропорционально. Прихожая, лишившись гардеробной, которую тут, впрочем, легко организовать и самим, становится восьмиметровой. Санузел увеличился на полметра. Кухня уже 12,5, а комната 15,5 квадратных. Однокомнатная площадью 59 квадратных метров. Просторная распашонка. Раздельный санузел с огромной ванной площадью около 6 метров. Кухня-гостиная 22 метра может стать еще и кабинетом. В нише около окна удобно будет разместить рабочее место. Другого назначения этому элементу планировки я, честно говоря, не нахожу. Просторная спальня 20,41 квадратных метра. Все свободные двухкомнатные квартиры – это распашонки площадью 67-68 квадратов. Но осталась и одна угловая площадью 58,69 квадратных метров. Гостиная здесь имеет трапециевидную форму, зато в ней два окна. Спальня менее 12 метров. Кухня имеет почти такой же размер – 11,88 квадратных метров. Распашонка – 67,7 квадратных метра. Прихожая около 11 квадратных метров. Огромная 20-метровая кухня, которую можно совместить с гостиной. Две комнаты – 13,76 и 15,58 квадратных метров. Трехкомнатная имеет площадь 88,54 квадратных метра. Большая прихожая, кухня – 13,63 метра. Две спальни – по 15 с лишним квадратов. Гостиная – чуть больше 18 квадратных метров. Стоимость квартир в октябре 2016 года составляет от 5,043,000 рублей. Квартиры с отделкой – от 5,379,000 рублей. Во второй части обзора мы прогуляемся по окрестностям жилого комплекса, познакомимся с технологией строительства жилых корпусов и узнаем схему покупки квартир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова